Хочу сразу сказать, что обращение на неочередную сессию произошло в связи с тем, что средства у нас на строительство водопроводных районов западных дел из краевого бюджета и необходимо определить нам софинансирование, поскольку это привычки между программами, то есть вопрос сессионный. На сегодня по данному вопросу у нас уже готовится, но практически готова уже конкурсная документация, то есть мы ждем проведения, опубликования и соответственно уже будем проводить торги. И еще один вопрос, который достаточно срочный, это исполнение получения губернатора. По итогам поездки в прошлом году, когда у нас был губернатор и общался с жителями, по итогам поручения было указано тема по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В течение прошлого года велись расчеты, проходили согласования с ГИБДД, то есть УБХАП проводила эту работу достаточно объемную, согласовывалась Минтранспорта. Сумма у нас вышла чуть более 10 миллионов рублей в этом году. Миллион 400 у нас проходит в рамках программы по обустройству за счет краевых денежных средств. Остальные средства нам предложено в Министерстве финансов взять бюджетный кредит до конца года и мы, естественно, с погашением за счет средств краевого бюджета, как в письме Минфина указано. Вопрос у нас... У нас 10 объектов... 10 объектов, то есть по адресу, это Борисенко 10, школа номер 2, школа номер 3, Покравченко, обустройство пешеходного перехода, школа 7, школа 8, по Карламарску 46, обустройство пешеходных переходов за счет средств экономии при проведении торгов по капитальному ремонту дорожного покрытия, детский сад, топорек, клубная 10 и теремок, парк Бузова 116, они входят как раз в перечень объектов за счет бюджетного кредита. И детский сад для питошка, и шестой детский сад в основном микрорайоне. То есть вот эти объекты, на которые сегодня уже готова документация сметная, и они у нас... То есть ждем сейчас будет опубликование, осигнование, и дальше уже у нас придет работа по проведению корпуса процедур. В целом, кроме того, у нас поступили троевые средства за период 1-го, 2-го, которые требуют своего, ну то есть уже внесения изменений в бюджет. В этой части, в доходную часть бюджета, мы предлагаем произвести увеличение безвозмездных поступлений на 299,5 миллионов рублей, в том числе на осуществление дорожной деятельности 100 миллионов рублей капитальный ремонт и 23,133 миллиона. Строительство водопроводами к району Западной 93 миллиона 140 тысяч рублей. На систему образования и текущее содержание деятельности 61,9 миллиона рублей. Устройство спортивных сооружений в сельской местности 4 миллиона рублей. Обустройство участков кучей дорожной сети в визе образовательных организаций, мы говорим о краевых еженых средствах 1 миллиона 425 миллиона. Предоставление социальных выплат молодых еженых на приобретение жилья 1 миллион 89 тысяч, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, конкипировки для занятия физической культуры 1 миллион рублей, переселение граждан из непредназначенных для проживания строений 974 тысячи рублей, поддержка клубов по месту жительства 441 тысячи рублей кучинг-юн, частичное исполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, это средства районного бюджета 262 тысячи на увеличение заработной платы новой по ЕДДС, развитие системы патриотического воспитания 200 тысяч рублей, реализация мероприятий направлен на повышение безопасности дорожного движения 181 тысячи рублей. Уменьшение произвести безвозмездных поступлений в объеме 0,1 тысяча рублей для корректировки по архивным фондам, и также необходимо увеличить доходную часть бюджета в части доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 3 миллиона 271 тысяча. Всего доходная часть бюджета у нас увеличивается на 299 миллионов 52 тысяч рублей и составит 2 миллиарда 124 миллиона 681 тысяча. Расходная часть бюджета за счет безвозмездных поступлений необходимо произвести увеличение в объеме 299,5 миллионов в соответствии с доходной частью. Также необходимо провести увеличение расходной части за счет возврата средств из краевого бюджета остатков на 1 января. Это субсидии на приобретение контейнерного оборудования, которое мы произвели оплату в январе 1 миллион 562 тысячи, и на развитие инфраструктуры муниципальных молодежных центров 524 тысячи рублей. Кроме того, увеличиваем расходную часть за счет среза бюджетного кредита на 8 миллионов 416 тысяч на устройство в пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. И вносим изменения в расходную часть между программами, уменьшая на 940 тысяч программы реформированной модернизации ЖКХ и в этом же объеме производим увеличение расходов по программе муниципальной создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем. В части вопроса будет правило западным. Всего расходная часть бюджета у нас увеличивается на 310,2 миллиона рублей и составит 2,142,609,000 рублей. Объем инфекции бюджета в результате составит 17,928,000. То есть увеличение бюджетного кредита, еще раз повторю, на 8,4 миллиона рублей.